Всем привет! Уже достаточно давно компания Xiaomi опубликовала тизеры, посвященные долгожданному фитнес-браслету под названием Mi Band 7. Также носимый гаджет засветился на сайте одного из китайских интернет-магазинов. Это нам говорит, конечно же, о скором выходе новинки. Напоминаю, официально премьера состоится уже совсем скоро, а именно 24 мая. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена устройства. Браслет Mi Band 7 по-прежнему останется одним из самых доступных устройств в своей нише. Он будет стоить всего 40 долларов. Это версия с NFC. Стоимость версии без NFC должна быть ниже на 10 долларов. Также стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики данного браслета. И они, честно говоря, удивляют, если учитывать стоимость новинки. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку. Внимание. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Итак, если посмотреть на изображение, которое, кстати, опубликовал в Weibo сам глава Xiaomi Leijun, то можно увидеть наличие отличного экрана AMOLED с диагональю 1.62 дюйма. Если говорить простым языком, то браслет по размеру станет больше. А подсветка будет более удобной за счет того, что OLED-экран не подсвечивает черные участки дисплея. Тем самым это позволяет нам сэкономить аккумуляторную батарею. Напоминаю, ранее говорилось об использовании в устройстве дисплея поменьше с диагональю 1.56 дюйма. Так же, что немаловажно, Band 7 будет поддерживать функцию всегда включенного экрана. А именно Always On Display. Напоминаю, данная функция отображает уведомления и время. Для ознакомления с информацией можно не поднимать запястье. Экран всегда будет светиться. И вы увидите необходимую информацию, что очень удобно. То есть, как в смарт-часах. Как и предполагалось ранее, браслет поддерживает мониторинг частоты сердечных сокращений и SpO2. Следовательно, светодиоды излучают свет. А фотодетектор измеряет количество света. Только не поглощенного, а отраженного. И вычисляет сатуранцию. То есть, все, как и в смарт-часах. Имеются различные режимы упражнений. Отображение, прогноза погоды и так далее. Так же стоит отметить тот факт, что на данном тизере нет ни слова о наличии встроенного модуля GPS. Хотя слуги говорят о его наличии. Важнейший плюс трекера в браслете в том, что удастся проложить маршрут, записать маршрут, рассчитать скорость передвижения между точками, рассчитать расход калорий и частоту сердечного пульса, прогнозировать рельеф местности и так далее. Так же часы с определением местоположения популярны среди туристов и любителей походов. Это позволяет прокладывать новые тропы, отмечать интересные места или следовать ранее установленному маршруту. Используя навигационные возможности. То есть, все продумано, все на высшем уровне. Аккумулятор получит емкость именно 180 мАч. В качестве операционной платформы выступает ZipOS. Могу отметить, что переход обеспечит сниженный расход электроэнергии. Существенный прирост энергоэффективности операционной системы обусловлен снижением требований к аппаратному обеспечению. Потребление электричества уменьшено примерно на две трети. А также имеется высокая степень защищенности. Гарантирована надежная защита личных данных пользователя. То есть, все продумано. Имеется на просторах интернета еще одна картинка. Которая демонстрирует не только цветовое разнообразие фирменных ремешков. Но и вариативность тем оформления главного экрана. И естественно, на картинке представлены далеко не все темы. Также стоит отмечить, что в прошивке фитнес-браслета имеется 303 эмодзи и 126 иконок уведомлений. Имеется поддержка фирменного голосового помощника, а также более 100 режимов тренировок. Также мы получим систему мониторинга сна и водозащиту 5 атмосфер. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi выпускает все лучше и лучше свою продукцию. А всегда фитнес-браслет от данной компании был народным. Всегда это сразу же бум на данный браслет. И все думают или хотят купить себе именно данное носимое устройство. Самое первое, хочу отметить, что он, данный браслет, получится недорогой. Потому что плюс-минус 40 долларов за версию с NFC это вообще копейки. Тем более мы получаем очень и очень хороший гаджет. Во-вторых, кто бы что ни говорил, аккумуляторная батарея стала 180 мАч. Это подтверждает изображение коробки данного фитнес-браслета. Потому что я как-то снимал ролик и мне очень много комментариев писали, что вот это что, есть официальные данные, что там будет 250 мАч. Пожалуйста, вот вам все это. Также вы должны понимать, что с помощью NFC вы можете оплачивать свои продукты. Вы будете использовать браслет как смарт-часы. Оплатить покупки? Пожалуйста. Используем браслет и все. Не нужно брать ни смартфон, не нужно брать ни карты свои. То есть все очень и очень удобно. Также хочу заметить, что AMOLED-экран с диагональю 1,62 дюйма тоже очень достойное решение в 2022 году. Да, ранее мы получали информацию, что будет чуть-чуть меньше экран. Но это намного лучше. То есть у нас экран вырос, а размеры браслета остались прежние. А всегда включенная функция Always On Display это очень и очень круто. То есть мы можем отображать уведомления и время прямо на браслете, не включая его. То есть действительно вы должны понимать, что конкурентов по сути сейчас у компании Xiaomi не много. Во-первых, это компания Huawei. Недавно данная компания выпустила очень и очень интересный браслет. Также выпустила данная компания интересные смарт-часы. То есть действительно презентация от компании Huawei была очень и очень информативной. И мы получили множество девайсов, которые заслуживают внимания. И вот, пожалуйста, в скором времени мы получим отличный браслет от компании Xiaomi. Напишите, кстати, в комментариях, что вы ждете от данного браслета. И какие у вас предположения есть, будет ли данный браслет народным. Будут ли все покупатели довольны данным гаджетом? Или стоит купить шестое поколение, пятое поколение? Или вообще в данных поколениях нет никакой разницы? Очень будет интересно почитать. Вот такие дела. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok